Сейчас Александр Лебзяк, главный тренер сборной России. Вместе они выходят. Раик Амбарцунов и Василий Ломаченко. Ну что, Раик довольно спокоен. Как я вижу, он находится сейчас буквально в метре от комментаторской позиции. Александр Борисович Лебзяк тоже спокоен. Рефери из Турции, как я понимаю, будет судить этот бой. Василий Ломаченко перестал дарить соперникам флажки, я смотрю. На Олимпийских играх он это делал перед каждым боем. И, кстати, с Селимовым там у них возник небольшой конфликт на этой почве, потому что Селимов флажок брать отказался. Но это очень серьезный экзамен для Раика Амбарцумова. И если он сдаст его... То я думаю, что он... Велики шансы, что он сможет закрепиться в сборной. Так, теперь наши дарят. Теперь российская сборная решила подарок ответный Василию Ломаченко сделать. Преподнести ему вымпел. Ну что же, первый финал. Для российской сборной сегодня. И самый, я думаю, что сложный. Пока присматриваются они друг к другу. Ломаченко здесь не в такой феноменальной форме, как на Олимпийских играх. Там он в финале француза Хидалфи Джелхира просто снес с ринга. Победил досрочно в первом раунде. Ну, естественно, что на пик формы несколько раз по ходу сезона просто элементарно трудно выходить. У Ломаченко, насколько я знаю, были уже приглашения перейти в профессионалы. Пока он решил остаться в любителях. Что касается Амбарцумова, как и всей нашей команды, то, как сказал Александр Лебзяк, перед стартом чемпионата Европы уже мы начинаем готовиться к Олимпийским играм в Лондоне. Вот мы смотрим сейчас, каков резерв российской сборной. Раскачиваясь идет вперед Василий Ломаченко, но без ударов. И Раик пока спокойно ведет этот бой. Сейчас атака Ломаченко достигла успеха, но против него очень непросто. Он левша, но он еще и по ходу может менять стойку. Чуть более, как мне кажется, инициативным нужно быть. А Раику нужно самому поддавливать соперника и не давать Ломаченко разворачивать бой в его сторону. Ну, даже если здесь будет серебро, это, конечно, не будет трагедии, потому что все-таки уж очень грозен соперник. Отдадим ему должное. Василий Ломаченко тренирует его отец. Вот он как раз сейчас был на наших экранах. Музыка играет в перерыве между раундами, поэтому я, честно говоря, не слышу, что Александр Лебзяк говорит. Нашему боксеру, но пока неспокойно. Реферер что-то тут придумывает, но у каждого свой стиль. Обязательно нужно ему отогнать в угол. Рэй Камбарцумов из Пятигорска. Кстати говоря, это второй уже боксер в нашей команде, представляющий этот город. И Давид Айропетян после того, как Рэй Камбарцумов выиграл чемпионат России. Давид Айропетян, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, приехал встречать своего партнера и земляка в аэропорт Минеральных Вод. Левой боковой просили бить тренера и Василия Ломаченко. Исходя из этого, я делаю вывод, что Ломаченко будет делать шаг влево для того, чтобы этот удар провести. И вот тут Айропетян, Барцумову нужно его ловить на этом шаге. Наоборот, заходить ему за переднюю ногу. Отлично. Отлично, почему-то удар не засчитали. Барцумов попал правым боковым. Авторитет Ломаченко, конечно, давит на судей. Понятно, что Олимпийский чемпион был фаворитом этого турнира. Ну и если он просто так его покинет, то, конечно, к судьям будут вопросы. Хотя, как я уже сказал, Ломаченко не в оптимальной форме, во всяком случае, в полуфинале выглядел не очень хорошо. Он выиграл у Хишаму Зиути всего лишь одно очко. А вот до этого бил соперников, что называется, уверенно и беспощадно. 10-0 с Владимиром Никифоровым из Эстонии и 10-2 с Дэвидом Оливером Джойсом Ирванцем. Амбарцумов. Амбарцумов победил Александру... Олесио Дисавино. Итальянцы 4-1. Мирсу Ахмети из Хорватии 13-0. И шведа Башира Хасана в полуфинале 9-2. 4-1 пользовал Ломаченко. Пока бой идет под его диктовку. И я не думаю, что это удивительно. И сюрпризом, конечно, для нас это быть не должно. На отходах очень быстро включает руки Василий Ломаченко. Пожалуй, из всех, кого я видел на Олимпийских играх и здесь, на этом турнире, он делает это лучше всего. Он не просто отходит, он не просто выходит из атаки, он выходит из нее с ударом. Это очень важно. Это очень важно, потому что этот удар очень хорошо виден суде. Попробовать, может, по корпусу Арейку. Что-то надо придумывать. Не надо вторым номером работать и бить, мне кажется, нужно чаще. Перчатку. Это не прошел удар. Вот смотрите, видите, на выходе Ломаченко бьет. Сейчас не попал. А вот сейчас уже попал. Ну что, решил Раик попробовать в открытом бою. Посмотрим. Гораздо меньше ударов он наносит, гораздо меньше движений делает. Да, так просто и пассивно Олимпийского чемпиона не взять. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий раунд заканчивается, и пока не видно шансов даже у Арейка Амбарцумова. Как же выиграть этот бой, как даже выровнять его. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий Ломаченко с таким отсутствующим видом выслушивает сейчас папу своего. Такое впечатление, что они обсуждают что-то вообще не связанное с боксом и с боем в частности. Я думаю, что вот этой своей манерой драться с улыбкой, он во многом и обеспечил себе приз Волобаркера. Потому что до финала Ломаченко даже не ходил в кандидатах на этот трофей. Ну, конечно, победа в нокаутом в первом раунде в финале Олимпийских игр. Это, понятно, само по себе повод. Но я думаю, что внешнее впечатление от его работы в ринге тоже сказалось. Ну что, минус четыре перед последним раундом. И мне кажется, что может рискнуть Рай Камбарцумов. Надо во всяком случае попробовать. Попробовать найти ключик все-таки Ломаченко, хотя это и очень трудно. Помахал так рукой перед носом буквально у соперника Ломаченко, вводя его в заблуждение. Счет пока стоит тот же. Залез в угол сейчас Ломаченко. Как бы подзывает к себе, мол, иди, иди, попробуй. С ударами, с ударами надо Райку это делать. Не вот такими легкими, такими тычками, обозначающими скорее активность, а действительно ударами. Через корпус может быть. Серию Александр Лебзяк просит пробить своего подопечного. Тот не может. Совершенно не хочет Ломаченко выходить из угла. Его полностью устраивает то, что происходит. В здоровом смысле еще и наглый довольно боксер. Так вот на ринге. Все в локте, все в перчатке. Сразу же, как только рефери остановил поединок, Ломаченко посмотрел в свой угол. Ну все. Да, в этой весовой категории серебряная медаль достается российской сборной. Ну а Василий Ломаченко становится и олимпийским чемпионом, и чемпионом Европы в этой весовой категории. Ну что же. Что же. Год действительно под его знаком прошел. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну я думаю, что для Раика Амбарцумова серебряная медаль чемпионата Европы это тоже успех. В конце концов, опыта нужно набираться международного. Теперь, наверное, ему понятно, над чем работать. И самое главное, тренером нашей сборной. Ясно, что у нас в резерве в этой весовой категории. Субтитры создавал DimaTorzok.